Возможно, тебе это и не нужно. Но у некоторых возникает вопрос, как стать легендой? И что тебе может это дать? И вот я сейчас дам прям пошаговую инструкцию, прям метрику. Вот как. Приветствую тебя, легенды. Меня зовут Роберт Ра. Я основатель Всемирной Ассоциации Индик-тренеров Суперджамп. Наставник, ментор. Как сейчас лидеру зарабатывать на лидерских качествах в онлайне? 100, 200, 300, миллион, 2 миллиона в месяц. Делаю людей счастливыми. Делаю людей лидеров. И делаю людей легендами. И сегодня видео про это. Как стать легендой? Чтобы стать легендой, нужно совершить какой-то подвиг. Это может быть подвиг интеллектуальный. Это может быть подвиг жизненный какой-то. Это служить какому-то определенному делу, которое сделает очень большое количество людей счастливыми. И раздвинет рамки понимания и сознания человека, какой-то среды, какого-то человечества в какой-то новой индустрии. Или создать новую индустрию. Или нарисовать новые картины. Как это делал Винцент Ван Гог, друзья мои, да? Он рисовал свои картины, и люди восторгались этими картинами. Как это делает Илон Маск сейчас. Идет за мечтой. Как делал это Бетховен, сочиняя свою музыку. Как это делал Сергей Павлович Королев. Как это делал Станиславский. Создавал что-то новое. Он создавал театр, профессию режиссера. Вот нужно совершить какой-то подвиг. И Станиславский сделал подвиг в свое время. Когда в революционной России, когда не было жертвы, ничего. Он что делал? Он матросом, матросне вот этой, да? Вот в холодном театре репетировали, ставили пьесы. Несмотря ни на что. Он служил людям. Как делал это Сергей Павлович Королев. Как это делал Королев? Да, он на нарах сидел в свое время, на золотых присках. А он думал о ракете. Он не думал, как построить дом. Как у него семья там красивая и так далее. Что там стоит с женой, там все замечательно. Он думал, а как полететь в космос нашему человечеству? Об этом думал Сергей Павлович Королев. И он совершил какой-то такой некий интеллектуальный, жизненный подвиг в своей жизни. Когда он служил этому делу. Что сделал Сергей Павлович Королев? Вот как стать легендой? Я сейчас говорю о легендах. Станиславский, Сергей Павлович Королев, Коко Шанель, Гендри Форд, Стив Джобс. Почему они стали легендами? Взять еще сюда Геракла, Ахиллес, Прометей. Вот как стать легендой? Как стать таким легендарным человеком? Друзья, как? Совершить какой-то подвиг. Ну какой подвиг? Они разные бывают подвиги. И всегда есть место для подвига в вашей жизни. Самое главное, друг мой, это служить людям. Еще Альберт Эйнштейн говорил так. Смысл жизни имеет лишь жить, посвященное другим. Ну так вот, чтобы стать легендой, нужно жить в состоянии служения. Нужно жить ради других людей. Не ради себя. Вот все, кто живет ради себя, вот миллион долларов заработают ради себя, дом построить, вот ради себя детей нарожать, ради себя красиво одеваться. Не работает это. Вот не становятся эти люди легендами. Так маленькая вспышка, и нет его. Умер и забыли про него. А вот, чтобы стать легендой, нужно делать других людей счастливыми. Нужно служить людям, служить этому обществу. Быть в состоянии служения, быть в состоянии Творца, быть в состоянии Созидателя. Вот когда ты в этом состоянии, тогда ты становишься легендой. У меня дедушка, мини-мула Набиуллин, я помню его с детства, он был у нас, он у меня работал в заготконторе, и на лошади ездил. У него было три класса, какое у него образование-то не было, на счетах только считать умел. И он был этим заготовителем, предпринимателем уже в свои годы при коммунизме. Тряпки собирал, металлолом. При коммунизме построил за свои деньги два дома, друзья, два дома построил. Зарабатывал очень хорошо, он очень много помогал людям. Когда он умирал, он сказал, наверное, мне Пол Елабгия, нашего родного города, ну, должны деньги. То есть он помогал и словом, и делом. До сих пор, кстати, я уже взрослый, когда я приезжаю в какую-то деревню, а он по деревням ездил, собирал все, его вспоминают, и нас оставляют даже ночевать там. Его помнят, он легендарный. И вот первый признак легендарности, когда тебя помнят, когда о тебе говорят. Он создал много счастливых людей, а сейчас я говорю про это на видео. Быть легендой. Вот в честь легенд называют улицы, школы, университеты, космические корабли. Я сейчас раскрою индекс, что влияет и почему важно быть легендой. Все хотят быть счастливыми, друзья мои. И вот легенды, они самые счастливые люди. Хотя порой кажется, что они прожили не самую счастливую жизнь, потому что они много работали, много делали, много совершали. Нет, друзья мои, они самые счастливые люди. Вот чтобы быть счастливым, абсолютно нужно быть легендой. А в чем измеряется счастье человека? Вы думали когда-нибудь? Может быть, деньги дают счастье человеку? Я что-то смотрю, очень много миллиардеров, там нет абсолютно счастливых людей. Может быть, дети дают абсолютное счастье? Да я вижу много семей, у которых есть очень много детей, и муж с женой, но почему-то там грустные лица. И люди не такие счастливые, нет абсолютного счастья. А что доделает человека абсолютным счастливым? Знаете что? Человек становится счастливым, когда он делает других людей счастливыми. Итак, индекс счастья. В чем измеряется счастье каждого человека? Оно измеряется в количестве счастливых людей, созданных идей в долгу счастливой жизни. Счастье каждого человека измеряется в количестве счастливых людей, созданных тобой за твою долгую счастливую жизнь. Вот чем больше ты создал счастливых людей, тем ты счастливее. Вот что такое счастье. И вот когда много людей счастливых вокруг тебя, из-за твоего изобретения, из-за твоих каких-то поступков, из-за твоих каких-то дел, из-за твоих каких-то картин или музыки, твоей деятельности, чем больше ты создал счастливых людей, тем ты больше счастливее и тем ты больше легенда. И о тебе слагают легенды. Что тебе несет быть легендарным и почему это выгодно? Это быть абсолютно счастливым человеком. А абсолютно счастливым человеком стать можно только тогда, когда ты сделал большое количество идей счастливыми. И это правда, истина. Я знаю, о чем говорю. Родное сердце, братское сердце, если ты считаешь, что это так, напиши в комментарии. Для меня это очень важно. А может быть, у тебя есть еще один какой-то способ, вот как стать легендой? Мне это всегда интересно. Почему я задаю вопросы на своем блоге? Потому что я учусь у вас. Я когда-то ловил инсайты от каких-то других блогеров, смотря YouTube, от книг, от человека, от ребенка, от старца, от какой-то книги. Во всем знание. И в этом прелесть. Итак, братское сердце, будь легендой, будь величайшим. А чтобы стать величайшим и быть легендой, нужно научиться думать, как легенда, говорить, как легенда, делать, как легенда. И ты станешь абсолютно счастливым человеком. Я это абсолютно точно знаю. Я даю честное мужское слово. Так устроен мир, так устроена небесная механика. Служение. Служение людям, обществу. И так, друг мой, полетели. Полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. Только так можно сделать этот мир лучше, чище, светлее, когда ты находишься в состоянии Творца, в состоянии служения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова